Банда кардиохирургов и музыкантов Александр Зубченко специально для Альтернатива.орг за 16 декабря 2019 года Удивительно, загадочно и необъяснимо Оказывается, почти ко всем резонансным убийствам последних 5 лет на Украине Причастны волонтеры АТО, ветераны АТО и даже герои АТО, награжденные лично президентом Петром Порошенко Начиная от расстрела в центре Киева возле отеля премьер экс-депутата Госдумы Вороненкова И заканчивая убийством из снайперской винтовки трехлетнего мальчика Тоже в Киеве и тоже в центре столицы Европейского государства Правда, слегка изменилась трактовка мотивов убийств журналистов, политиков и маленького мальчика Раньше практически всегда был четкий след киллера в красных кроссовках Которого обучали в секретном центре НКВД под Москвой Естественно, киллер был участником антитеррористической операции Его, как правило, вербовало ФСБ с целью последующей дестабилизации политического режима Но в последнее время говорить о кремлевском следе стало не очень модно В тренде брать заблудших ветеранов-добровольцев на поруки Рассказывать об их сложном, очень глубоком внутреннем мире В который вторгся Владимир Владимирович Путин практически лично По версии следствия Допустим, некий ветеран блокирует один из киевских мостов Выстрелом из охотничьего карабина сбивает полицейский дрон Метро прекращает свою работу Десятки тысяч людей пешком придут по улице Грушевского Автобусы забиты Город встал в гигантских пробках В давке на станции метро Арсенальная чуть было не задавились десяток человек Паника, поезда на ветке ходят без остановок Эскалаторы забиты С перона скидывают прямо на рельсы какого-то бедолагу Места нет И что в итоге? Министр внутренних дел Арсен Аваков Рассказывает о сложных душевных метаниях человека Прошедшего от гибридной войны От него ушла любимая девушка Предположительно к прапорщику-сослуживцу Правда теперь прапорщика в украинской армии нет Мы же резко перешли на натовские стандарты Есть мастер-сержант и четкий вектор на допуск к службе в ВСУ Лиц с европейской ориентацией И это вообще ни разу не шутка Так вот, герой, а то Перепробовав массу психотропных препаратов Которые раздобыл у барыг-волонтеров Решает продемонстрировать любимой всю глубину своих чувств Конечно же, захват моста с последующей парализацией движения в мегаполисе Особенно подходит для этого Все плачут от избытка эмоций Аваков обращается к нации на тему Понять, простить Депутаты, тогда еще блока Петра Порошенко Горят желанием взять террориста Жертву любовных перипетий и наркотиков Но по руки Все закончилось очень хорошо Даже суда не было Как и пресловутые руки Кремля И вот вам свежайший случай Практически под елочку Глава МВД Арсен Аваков В сотрудничестве с президентом Владимиром Зеленским И генеральным прокурором Русланом Ребешапкой Раскрыли самое загадочное и тщательно организованное преступление В последних лет Так называемое дело Павла Шеремета Российский журналист белорусского происхождения Который всем сердцем принял идеалы революции достоинства Переехал в Киев Нашел основательницу госдеповского проекта Украинская правда Алену Притулу И они начали подумывать о создании крепкой патриотической ячейки нации Алена купила Шеремету автомобиль Subaru Который и взорвался летом 2016 года По личному приказу хозяина Кремля Дотянулся таки тиран до голоса совести украинской журналистики Не заметил когда Шеремет стал этим голосом Но как говорится о покойниках Либо хорошо, либо Взрыв автомобиля естественно произошел в центре Киева Это фирменный почерк кремлевских киллеров В инструкциях ФСБ так и написано Взрывать лучших представителей украинской нации Исключительно в районе Крещатика Правда непонятно какое отношение например Аркаша Бабченко имеет Не только к украинской, но и российской нации Но это особый случай Поскольку Бабченко выступал в роли живца для российских спецслужб Его испачкали свиной кровью и убили понарошку Блестящая была операция Вышли на исполнителей заказчиков преступления Киллер естественно был ветераном АТО И штатным осведомителем СБУ Заказчик работал на российские спецслужбы Однако числился в разряде действующей агентуры Главного управления разведки Его даже пришлось поддержать годик в тюрьме Пока наши доблестные спецслужбы Искали выход на Кремль Короче, всех отпустили Поскольку угроза для жизни Примерно 100 украинских журналистов Намеченных к ликвидации Миновала Почему миновала не уточняется? Попробую дальше не отвлекаться На ненужные подробности Свидетельствующие О высоком профессионализме Наших следователей Рожденных революцией достоинства Так вот Арестовали предполагаемых убийц Шеремета Все очень достойные и заслуженные люди Отстоявшие независимость страны Во времена гибридной агрессии РФ Закончившиеся аннексией Искона украинских территорий В основном женщина-героиня Военная медсестра Яна Дугарь Кавалер ордена замужества третьей степени Награждена многочисленными медалями В частности за образцовую службу и за оборону Авдеевки Это типа как за взятие Будапешта, только гораздо круче Волонтеры детский сосудистый кардиохирург Юлия Кузьменко Из кардиохирургов, особенно детских, получаются отличные специалисты по закладке взрывных устройств и разведке местности перед терактом Это все знают Инна Грищенко, позывной Пума, ветерана, то и ресторатор Пицца ветерану С безупречной репутацией Все ветеринарные проверки в пиццерии давали заключение О высоком качестве пицц, изготовленных с участием Пумы Правда, она вместе с мужем проходит по другому делу Но Аваков, Зеленский и примкнувший к ним Рябошапка на совместной пресс-конференции Вынуждены были признать Пицца пиццы, но как-то, зараза, причастна Мурская половина террористической организации тоже имела безупречный послужной список Все отличились в боях под Мариуполем Прекрасно разбираются в минах, играют на различных музыкальных инструментах А некий Антоненко имеет уникальный позывной рифмастер Понятное дело, что среди патриотов разгорелось соцсоревнование По взятию таких достойнейших людей на поруки С подобной инициативой выступили почти все члены фракции Порошенко Европейской Солидарности А также некоторый депутат из Соросовской парламентской богодельни Славы Вакарчука Никто не верит в их причастность к кровавому теракту, устроенному по приказу из Кремля Хотя в официальной версии о руке, сами понимаете, кого вообще не упоминается Только Арсен Аваков, хитро прищурившись, туманно намекнул на некую женщину Она до теракта засветилась на камерах, ведя наблюдение в парике А уже после взрыва без Мы с вами взрослые люди, отлично разбирающиеся в почерке российских спецслужб У нас в этом все разбираются Так вот, отсутствие парика прямо указывает на заказчика теракта Однако пока не пришло время раскрывать имя загадочной незнакомки Она, вне всякого сомнения, тоже нейрохирург и волонтер Позывной Шунтик или как-то по-другому Вот именно отсутствие в официальной версии убийства Шеремета кремлевского следа И возмущает нашу узкую патриотическую общественность Они не верят, что целью взрыва журналиста была дестабилизация ситуации в стране Дескать, да кто он такой, чтобы ситуацию дестабилизировать? А я вот верю безоговорочно Есть все основания предполагать, что три года назад Произошла тщательная реконструкция убийства Георгия Гангадзе Силами группы сосудистых хирургов и примкнувших к ним музыкантов Гангадзе практически забросил свою официальную жену Мирославу с двумя близняшками И ушел к Алене Притуле Бац, головы нет Кассетный скандал, акция Украины без кучмы Во главе с будущим свидетелем по делу об импичменте Трампа Юрием Луценко Политический кризис Павел Шеремет блестяще повторил путь Гангадзе Притула Серия разоблачительных материалов про всякую Фигню Бах, взрыв Политический кризис не последовал лишь по одной причине Никто не понял, что это такое, поскольку не было пленок Мельниченко Просто подорвали очередного гражданского мужа Шеф-редактора Украинской правды Мои соболезнования Женщине с трудной, но интересной судьбой Поэтому все идеально сходится Судя по масштабам начавшейся кампании по отбеливанию кардиохирургов и музыкантов, участвующих в АТО Президент Зеленский в ближайшее время признает факт гонений и репрессий в отношении ветеранов украинской российской войны Действительно, разве могут такие мелочи, как убийство трехлетнего ребенка и подрыв никому не нужного сожителя Притулы Омрячить доблестный облик наших героев Нет, конечно Поэтому министр по делам ветеранов Оксана Коляда Открыто обвинила Зеленского в том, что отсутствие доказательной базы в деле Шеремета В разы повышает репутационные риски Украины Действительно, нам скоро должны не дать очередной траж МВФ Все мировые рейтинговые агентства намекают на неизбежность дефолта А чем занимается президент? Поддакивает на пресс-конференции неизбежность дефолта Извините Поддакивает на пресс-конференции Авакову Вместо того, чтобы встать и заявить Люди добрые Мы должны склонить голову перед подвигами волонтеров, добровольцев и кардиохирургов И без промедления напасть на Кремль, чтобы положить конец всему этому безобразию Полностью согласен с министром по делам ветеранов Она поставила на место взорвавшегося Зеленского, который все же предал Украину в нормандском формате Да, акции протеста против капитуляции прекратились Но лишь по причине патологической жадности Петра Порошенко Если бы он не жлобился и не боялся нового уголовного дела в отношении себя То под офисом президента сейчас бушевал бы Майдан Ведь что происходит на самом деле? Волонтеры и добровольцы в присущей им форме напоминают о своих проблемах Социальная бытовая неустроенность, сложности в выпечке пиц Потребность в помощи опытных психоаналитиков из Вены Они вынуждены участвовать в заказных убийствах, рейдерских захватах, терактах и прочих атаках доброй воли Лишь для того, чтобы не допустить победы России в информационной войне с Украиной Это же совершенно понятно, поэтому никто не виноват Наоборот, надо наградить всех причастных высокими наградами Желательно в денежном эквиваленте Иначе все происходящее попахивает преследованиями настоящих патриотов Александр Зубченко специально для Alternativa.org Банда кардиохирургов и музыкантов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова